Классик 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 Продолжение следует... 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 в Германии. Мы, во-первых, получим эти материалы, переведем их и разместим, в первую очередь, на своем сайте. И нам, пожалуйста, в первую очередь, чтобы мы, как всегда, первыми все успели рассказать. По поводу программы, в двух словах знаешь, что играли русских композиторов, что именно было сыграно, и, может быть, какое произведение, Эмма, вот вам прям вот в душ запало? Ну, конечно, во-первых, это произведение Ольги Викторовой. Это очень оригинальное произведение. Наш дирижер в воздухе расписывал разные буквы, и мы в определенной момент должны были вступать. И, конечно же, это был колоссальный успех. Буквы? Буквы. Ха-ха. Люкс Этерна. Хо-ро-шо. Произведение называлось не совсем симфоническое послание, Люкс Этерна. И там была не обычная техника дирижирования, а были оригинальные символы. Первые все буквы. Буква Л. Дирижер дает, и мы в определенный момент и все вступаем. Мы знаем, когда, в какую секцию нам вступать. Это было потрясающе. Так, кроме Ольги Викторовой, что еще играли? Ну, тоже можно ответить, что Шостаковича первую симфонию сыграна успешно. Много эмоций. Я думаю, что и Чайковского, и Римского, Корсакова мы сделали на ура. Ну и давайте, зрители, познакомим уже с местными планами. Когда можно будет услышать здесь, в Екатеринбурге? Берлин покорили, Германию покорили. А теперь я просто... Давайте на нас попробуем еще. Да, я хочу донести до зрителей одну простую мысль, что вот это вот все звездное, потрясающее, от чего весь мир в восторге аплодирует стоя, у нас здесь через дорогу буквально-таки находится в Екатеринбурге. Пожалуйста, как-то приобщайтесь уже к культуре. Когда послушать? 25 сентября у нас будут концерты, мы сыграем Дунаевского и Штрауса. Также 23 сентября у нас будет тоже концерт, мы будем играть Моцарта, и там еще под вопросом другие композиторы. Причем первые концерты, это концерты в формате Classic Hit Cocktail, традиционные концерты за столиками, а 23 сентября это очень ответственное выступление в рамках второго симфонического форума России в Екатеринбурге. И концерты пройдут под управлением главного дирижера и, в общем, героя Берлина, лауреата международного конкурса дирижеров, маэстро НХ. Спасибо огромное. Я просто, опять же, быстренько на секундочку обратить внимание, хочу, что сейчас на экранах вы видите сайт филармонии, и я так понимаю, что всю информацию подробно с афишами совсем можно на сайте отследить. Еще раз с победой. Сегодня у нас были Эмма Рывкина, артистка Уральского молодежного симфонического оркестра, и Рустем Хасанов, первый заместитель директора филармонии. Все филармонии, все на симфонический оркестр. Ну а прямо сейчас немного коммерческой информации.